Семейную ферму Глебово в селе Смородино Сенгелеевского района можно назвать уникальной. Это одна из пяти овечьих ферм молочного направления в России. Подавляющее большинство овцеводов страны занимаются производством шерсти и мяса. Из молока ульяновских овец варят сыр. Пока в арсенале сыроваров два полутвердых вида планируется запустить производство ракфора. У них насыщенный, потому что очень высокий белок, самый высокий среди мелкого рогатого скота. Выход сыра 20% с этого молока. Оно не имеет резкого запаха, как, например, козье. Оно очень нежное, плотное и тонкое, имеет послевкусие. В прошлом году Сергей и Элла Глебовы приобрели разрушенную ферму, где в 80-х годах держали крупный рогатый скот. В кратчайшие сроки реконструировали здание, восстановили кровлю, сделали вентиляцию. Построили загоны с автоматическими поилками, подогревом воды, помещение яслей для ягнят, летние площадки выгула. А в сентябре уже закупили первые 250 голов. Сейчас на ферме содержится уже больше 600 голов. В прошлом году я участвовала в программе «Семейная ферма» и получила грант 7 миллионов. Мы его освоили, приобрели автоматическую дойку на 12 постов и приобрели часть поголовья. Еще одно новшество на ферме – выращивание корма для животных гидропонным методом. Злаковые и бобовые культуры проращивают в специальной комнате с определенным температурным режимом и системой полива. Такие корма богаты полезными питательными веществами и витаминами. К тому же избавляют фермеров от выращивания и заготовки кормов на полях. Для того, чтобы у них был постоянно один и тот же рацион, чтобы у нас было постоянное качество молока. Его зимой тоже выращивают? Да. Круглый год? Круглый год будет выращиваться. Скажи цикл как раз. Ну вот это вот 4 дня, вот это, соответственно, 3 дня. Это вот зерно заложили вчера. То есть оно вот уже видно проклюнулось, но это овес. В планах у фермеров развитие молочного и мясного направления. Конечно, пандемия коронавируса сыграла свою роль и многие процессы пришлось остановить. Но все же Элла и Сергей планируют полностью реконструировать фермы, построить дополнительные площадки для выгула животных и новый склад. Ну и, конечно, расширить рынок сбыта. Пока овечий сыр продают в сетевых магазинах Ульяновска и Краснодара. В планах покорить Москву. Анна Тищенко, Даниил Сурков, Новости Управда ТВ.